Высказывайте свое мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истинные. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 и.м. Будь в центре событий. Народная волна Ну что же, уважаемые дамы и господа, В эфире внеочередное неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец, хотя, наверное, звучу я не совсем как Анатолий Червец, но тем не менее я им являюсь. Итак, участниками нашего шоу, как всегда, можете стать все вы. Набрав номер телефона 847-400-5200, вы нас можете слышать на волне 14.30 а.м. 99.1.fm, на нашей страничке в фейсбук, радио НВС, на нашем ютуб-канале радио НВС. Кстати, зайдя на канал, как всегда, если вы еще ранее этого не сделали, пожалуйста, нажмите кнопочку регистрация или сабскрайб. И, конечно же, вы нас можете слышать на нашей веб-страничке radioNVC.com. И те из вас, которые пользуются электронными гаджетами, пожалуйста, вы можете загрузить наше бесплатное приложение на ваши айфоны и айпеды и слушать нас таким образом. Либо, если вы работаете на платформе Android, вы можете через ваш браузер выйти на нашу страничку radioNVC.com и слушать нас таким образом. Итак, еще раз, номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, наверное, самое главное, о чем нужно было бы немножко поговорить в течение этого часа. Кстати, хочу вам напомнить, что это шоу, неполикорректное ток-шоу с вами сегодня до двух часов дня. Потом, как обычно по расписанию, будет идти программа Алексея Орлова «Моя Америка», после чего последует наше шоу «Народная трибуна». Ну, и дальше по списку. Так что устраивайтесь поудобнее, если у вас есть такая возможность, и будем с вами общаться, будем разбираться с тем, что происходит на сегодняшний день. Ну, конечно же, в первую очередь, как я вам и обещал вчера, потратил полтора часа своей жизни на то, чтобы посмотреть первую часть дебатов. Посмотрел, опять же, ничего нового для себя не увидел, хотя единственное изменение, которое я действительно заметил по сравнению с первыми, вот самыми первыми дебатами, так это то, что потихонечку начинают разделяться два лагеря. Причем они очень четко и твердо устанавливают свое различие между друг другом. Если в самых первых дебатах прошлого месяца как-то все вроде бы были на одной страничке, и все дружно поднимали свои ручки за самые непонятные предложения и идеи, то вот в этих дебатах уже намечается постепенно раздел и раскол в демократической партии, хотя все, кто анализирует эти дебаты, я имею в виду демократы. Представители демократического лагеря, вот когда анализируют эти дебаты, они, конечно же, все кричат в один голос, что партия у них объединенная, и они все сплочены, и они сплочены всей одной идеей победы в наступающих выборах и так далее. Но, конечно же, это все абсолютная ерунда, никто не объединен, абсолютно четко вырисовываются два лагеря. Лагерь, который состоит из абсолютно левых радикалов, ну, по крайней мере, вот вчера это так было, и эти левые радикалы это Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Пит Бурриджич. То есть абсолютно оголтелые левые радикалы, которые считают, что все должно быть роздано бесплатно, все должно быть в стране бесплатно, ну, вот только непонятно, как за это все платить и откуда брать деньги. Вот это они не успели как-то для себя ни выяснить, ни выяснить. Ну, и второй лагерь, как они называют, это более такие умеренные демократы, хотя на сегодняшний день такого понятия, как умеренный демократ, практически не существует. Ну, вот, например, умеренным демократом считается Эллен Дершевит. Это профессор, профессор юриспруденции Гарвардского университета. Вот он действительно является самым, так сказать, настоящим наследником идеологии демократии. Это человек, который абсолютно умерен, человек, который абсолютно адекватен. Вот он действительно может быть примером умеренного демократа. Но все те, которые вчера были на сцене, они настолько отодвинуты от идей Дершевит в левую сторону, что, ну, никак их невозможно назвать центристами. Абсолютно. Они просто левые, но не радикальные. Вот насколько такими могут называться, опять же, Уоррен, Сэндерс и Буричич. Причем, если бы я градировал даже вот этих троих представителей, то я бы сказал так, Сэндерс, это просто, как говорится, левый крайний, чуть-чуть, буквально на полмиллиметра от него вправо Элизабет Уоррен, и еще на полмиллиметра от них Пит Буричич. Но у меня вот такое впечатление складывается, выслушивая так называемого мэра Пит, он не совсем четко себе отдает отчет в том, что он предлагает, как это все вообще должно выглядеть. То есть для него, если Бурни Сэндерс, может быть, и обладает бредовой идеей, но он как-то может ее слепить в какое-то, ну, более-менее понятное для нас определение, Элизабет Уоррен, та вообще, куда лечу, куда чего хочу, непонятно, она хочет власти, она хочет и считает, что она может стать президентом. То Пит Буричич это человек, который не имеет, хотя он очень исключительно хорошо образован, он знает действительно несколько языков, но его опыт, прошу прощения, его опыт абсолютно не, как говорится, он не виден, просто не виден. Тот факт, что он является мэром такого городка, как Саутбенд, те, которые примерно представляют себе, что такое вообще Саутбенд, это городок университетский, в котором находится университет Нотр-Дэйм или Нотр-Дам, этот городок практически управляется католической церковью, так как и сам Нотр-Дам, и есть еще у них там школа колледж, которая называется Сейнт Мэрис колледж, это как бы так называемая фидер программ в Нотр-Дам, то есть люди, которые не совсем готовы поступить в Нотр-Дам, они могут пройти первые два года в Сейнт Мэрис колледж, подтянуть свои оценки, подтянуть свое знание своей в католической вере, и уже потом поступать в Нотр-Дам. Так вот, этот городок, который в принципе мэр Будочич, он такой чисто, как вам сказать, вот такого типа как Малер в расследовании по поводу коллужин, то есть чисто, ну вот, говорящая голова, будем говорить так. Он там фактически ничего не решает. Мало этого, у него очень плохие отношения с темнокожим населением этого города, городка, и он до сих пор еще не выяснит для себя, как же все-таки наладить эти отношения. То есть он такой, знаете, парень, который амбиции зашкаливают, понятия еще не сформировались. Итак, вот это лагерь абсолютно левых, и более таких, ближе к центру, но далеко от самого центра, это лагерь людей по фамилиям Делейни, это бывший гавернер, Хиккен Лупер, по-моему, или Хупер, я никак не могу понять, как его, выговорить его фамилию, вот он и кто там еще, значит, еще там одна есть женщина, которую зовут Мэри Уилсон, ну, это ее так, она так называемая Flower Child, то есть это человек, который в 60-х, или чуть ближе к 70-м, явно была хиппи, то есть она верит в любовь, любовь, и вечную любовь, и любовь спасет мир, ну, вот такого типа, на нее не очень обращают внимание, но тем не менее интересно, что после этих дебатов, она, прошу прощения, она действительно стала человеком номер один, которого, вот, простите за такое выражение, гуглят, то есть проводят поиски в гугле ее, вот, ну, как эти лагеря разделились, да, еще там есть такой Тим Райан, который тоже считает себя самым-самым центристским кандидатом, хотя, опять же, далеко от центра, ну, и вот вчера были интересные ситуации, где Берни Сэндерс, создалось такое впечатление, что Берни Сэндерс сначала вроде бы объединился с Элизабет Уоррен, и они вроде бы тянули лямку, как говорится, вдвоем в одну сторону, до определенного момента. этот момент, то есть они тянули лямку вместе, до тех пор, пока они ратовали за бесплатное медицинское обслуживание, и за бесплатную помощь нелегалам. Вот тут они тянули лямку одну, но потом они очень быстро разделились, почему? Потому что Берни, он человек старой гвардии, старых убеждений, его очень тяжело, как говорится, сдвинуть с места, и он остался вот на своих позициях о том, что бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатная медицинская помощь нелегалам, то есть все бесплатно. Это его вот такая позиция. Но Элизабет Уоррен, она, у нее проблема. А проблема у нее в том, что она в своем роде была куплена профсоюзами. И вот тут у нее начинается проблема. Почему? Потому что она начинает тянуть в сторону профсоюзов и работников этих профсоюзов. то есть она говорит, что вот бесплатное медицинское образование для работников профсоюзов, бесплатное там для работников профсоюзов и так далее. То есть явно видно, абсолютно видно, что она куплена вот этими профсоюзами и теперь она тянет их в сторону. И вот тут они, конечно же, разошлись и даже немножко между собой попытались там поспорить, но не очень сильно, так, чтобы не выдавать, как говорится, свои настоящие помыслы. Пит Буричич, тот не знал, куда броситься, он бросался только Элизабет Уоррен, только Берни Сэндерс, то он хотел абсолютно бесплатно все для всех, потом он вдруг во время дебатов вдруг его осенила мысль о том, что наверное не получится дать абсолютно бесплатное образование всем, наверное нужно как-то думать варианты другого типа и первое что ему пришло в голову это знаете что мы не будем давать бесплатное образование всем, мы найдем способ как вот долги студентов перефинансировать, почему, потому что ему задали вопрос, я не знаю то ли он этот вопрос не ожидал, то ли он об этом еще не думал, но по крайней мере ему задали вопрос, вот вы хотите аннулировать долг студенческий на что он ответил да, это было бы неплохо тогда у него спросили элементарный вопрос, скажите ну хорошо вы аннулируете долг студентов как всех абсолютно или вы аннулируете долг студентов которые начинают вот сегодня заниматься и вы им даете бесплатное образование а что будет со студентами которые уже погрязли в долгах с ними что делать вы тоже будете аннулировать тогда если вы будете аннулировать долги предыдущих и теперешних то что будет в дальнейшем и он ему пришлось немножко задуматься и он сказал ну вы знаете может быть я не так неправильно выразился я за то чтобы дать возможность студентам перефинансировать свои долги под меньший процент и все равно таким образом их выплачивать ну это может быть и неплохая идея но опять же а кто должен им дать это перефинансирование это опять должно взять то есть сегодня студенческими лонами вообще-то заведует государство то есть значит государство должно выделить какую-то сумму денег на которую вот эти студенты смогут перефинансировать свой долг под меньший процент а тогда какими деньгами государство собирается покрывать вот эту разницу еще никто в принципе так об этом не задумывался это слишком далеко вперед поэтому конечно же это было абсолютно непонятные какие-то мысли идеи людей которые по-моему вот знаете такое впечатление что они у них идея вот этих всех дебатов состоит в том что вы меня сначала выберете а потом мы будем думать о том как приводить мои идеи в действии давайте примем звонок добрый день вы в эфире добрый день я думаю что я в тему Анатолий это продолжение с той самой темой зеленых которые хотят так сказать перестать пользоваться дарами природы так есть очень простой выход зимой они могут греться на солнышком это спать на ветру а питаться праной зачем нахрена им деньги значит нужно этим штатам сказать вы перешли на такой вид так сказать жили денег вам нет живите за свой счет и все и пусть они доказывают что они могут все это сделать ну вы понимаете спасибо большое спасибо вы понимаете вся проблема в том я с вами согласен полностью но ведь проблема в том что если есть такая поговорка в английском языке do as I say not as I do то есть делай так как я говорю не делай не повторяй мои то есть не делай так как я делаю почему потому что если учесть их идеологию то на сегодняшний день они должны пешком ходить из штата в штат а не летать на частных самолетах давайте примем звонок добрый день вы в эфире здравствуйте вот начну с конца то что вы сейчас говорите дело в том что у них вся их идеология вся их риторика основана на чистой лжи верят они в эту ложь или не верят я думаю что они понимают что они просто лгут для того чтобы всех одурачить а так как вообще народ далеко не весь такой умный то он спокойно одурачивается иметь все бесплатно значит вот если бы все время показывать демократические эти штаты там где демократы правят долго уже и показывать детройт показывать вот этот Балтимор как называется вот Балтимор Балтимор правильно Балтимор это я имела ввиду и так далее да показывать постоянно и показывать там где правят республиканцы как у них дело обстоит чтобы народ хоть чуть-чуть видел визуал и так сказать и воспринимал что такое на самом деле к чему ведет вот эта вся риторика не говоря уже о том что социализм это действительно в конце концов гулаг без этого никак не обходится если посмотреть исторически любая страна которая сейчас в социализме Куба там Вьетнам Китай и так далее везде есть концлагеря без этого не обходится если они думают что только можно измываться над нашим президентом а с ними никогда ничего не будет то они просто полные дураки спасибо большое Мария конечно же подписываюсь под каждым вашим словом как всегда вы абсолютно в точку но тем не менее вот что бы я хотел перед тем как мы уйдем на рекламу я бы хотел вот донести вот такую мысль до вас дорогие радиослушатели а мысль такова это люди вот я вчера слушая дебаты причем мы еще даже близко не подошли к серьезнейшим дебатам пока что идет такая вялая перепалка половина из них знает что на следующий дебат они уже не попадут потому что не соберут нужное количество доноров нужное количество денег поэтому так эти дебаты идут очень не шатко не валко но те из вас которые помнят дебаты при участии Дональда Трампа во время не general election не тогда когда он пошел уже с Хиллари а вот именно в праймерис там где было 17 кандидатов от республиканской партии почему Дональд Трамп так ярко отличался от всех тех которые от всех тех остальных которые стояли с ним на одной сцене и вот прошу прощения вчера до меня это дошло Дональд Трамп это действительно это бизнесмен у него он никогда не предлагает какие-то планы не продумав их с точки зрения экономики и с точки зрения подхода к этим планам то есть вот как с чего их начать и чем эти планы должны закончиться вот он делает это абсолютно осознанно а все вот эти политиканы которые вот их там 20 человек то есть вчера стояло 10 человек на сцене скажу вам честно я сегодня опять же буду смотреть дебаты только по одной причине меня меня интересует посмотреть как будет выглядеть наш слайпи джоу опять же рядом с Камалой Херрис вот это мне единственное что интересует все остальное это уже как говорится кусок прожеванный кусок хлеба который уже можно выплевывать он уже ничего в себе не несет так вот все вот эти люди которые стоят сегодня на сцене от демократической партии ни один из этих людей не имеет никакого абсолютно понятия о том что они говорят и какие будут последствия у их планов и вот в этом Дональд Трамп отличается абсолютно и мне кажется именно поэтому он и выиграл люди четко то есть он объяснил людям абсолютно четко что он собирается сделать как он это собирается сделать и во что это выльется или чем это закончится ну сейчас мы давайте уйдем на рекламную паузу ну а потом вернемся и продолжим наш разговор оставайтесь с нами ну вот добро пожаловать в неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина как всегда огромное спасибо за то что остаетесь с нами нас слушаете с нами общаетесь номер телефона в студии 847-400-5200 ну а я пока продолжу и так значит вот то на чем я закончил то есть разница между тем что собой представлял трамп во время даже праймарис это конечно же намного намного было более интересно и полезно чем то что сегодня происходит в праймарис демократической партии почему потому что вот выступают люди которые причем если они разделятся на два лагеря а это именно то что они делают сейчас то даже в этом случае получается вы у вас вернее не у вас а у тех которые поддерживают демократов у них два выбора один плохой а второй еще хуже вот в чем дело у них нет ни одного альтернативного решения которое бы действительно как-то улучшило ситуацию в стране и вот это я то есть понимая это я думаю что демократы на сегодняшний день ну они конечно очень много говорят особенно знаете интересно так вот идут дебаты их смотрят те которым это интересно неважно нравится не нравится но их смотрят именно люди которым это интересно и тут же после этого выступают представители совета демократической партии то ли это председатель то ли это директор то ли это там еще какой-нибудь какая-нибудь шишка и они описывают эти дебаты абсолютно не в том ключе в котором эти дебаты происходили то есть они выдают желаемое за действительное даю пример чтобы не быть голословным первые минут 15-20 начало дебатов это было такое знаете время глумления над трампом причем абсолютно общее глумление над трампом все его называли наперебой расист гомофоб массажинист то есть женоненавистник ну и так далее это было первые минут 15-20 потом они каждый выступил со своей такой вступительной речью и потом они начали быстренько делиться на вот эти два лагеря и как бы спорить один лагерь спорил с другим и тут же после дебатов выступает ее зовут соучал я забыл ее фамилию она является одним из директоров совета демократического совета или советов демократической партии вот так скажем и она такая у нее такой очень бодрый голос у меня от ее голоса буквально начинается такая мелкая дрожь в руках и в ногах потому что ну кошмар она такое ощущение как будто она просто кошмарит людей и вот она таким бодрым голосом боже мой это были одни из самых интересных дебатов за всю историю мы так хорошо значит и вместе и единогласно боремся и предложили такие замечательные решения по поводу здравоохранения по поводу там образования по поводу что вы предложили май гад ну мы же все сидели в здравом уме и в твердой памяти мы сидели и смотрели эти дебаты и ты теперь пытаешься нас что убедить в том что то что мы видели и слышали это совсем не то что там происходило то есть какое единство абсолютно четких два лагеря просто четких дальше какие предложения по поводу образования здравоохранения и так далее значит всем бесплатное образование всем бесплатное здравоохранение всем бесплатная помощь но почему-то ни один из этих людей ни один не сказал как он собирается оплачивать это все правда что Элизабет Уоррен ну этот как его Борни Сандерс тот вообще такое ощущение что он вот он говорит мысли опережают вернее прошу прощения слова опережают мысли он уже давно что-то сказал а его мозги еще к этому не дотянулись так вот единственное что предложила Элизабет Уоррен это 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 если взять и отобрать вот то что сделал Трамп и урезал налоги и так далее у компаний у корпораций и ну и так далее по списку значит вот это все дело отмотать обратно то есть просто взять у людей достать деньги из кармана и сказать не ребята вы эти деньги пока дайте нам мы сами будем ими распоряжаться а вы пока посидите и помолчите просто давайте нам деньги это раз и второе что она решила это что то что те которые заработали больше 50 миллионов то есть их состояние составляет больше 50 миллионов они должны будут платить так называемый вот тот ну налог миллионера или такой налог налог со сверхдоходов и вот этими деньгами они будут значит распоряжаться то есть компании корпорации которые заработали вот вы себе представляете допустим компания Apple да ну вот они заработали там 13 миллиардов долларов со временем со времени продажи вот этих айфонов да значит сейчас быстренько Apple скажет ребята да конечно вот вам наши деньги делайте что хотите нам эти деньги вроде бы как бы и не нужны значит то о чем она не говорит она не говорит о том что вот эти все люди которые зарабатывали деньги сегодня и эти деньги все-таки как-то попадали более-менее в казну Соединенных Штатов то есть в виде налогов в виде там донейшн и так далее в виде улучшения экономики в виде расширения производства значит эти все люди скажут ребят ну хорошо мы вам поверили приехали перевезли все наше производство в Америку раз такое дело с вами ну все мы поехали будьте нам здоровы и все и вообще все вывезут из Америки и дальше кого они будут с кого они собираются брать деньги ведь богатые люди по-любому и корпорации и частные лица по-любому найдут способ вывести деньги из страны все точка а вот что будут делать средний класс и ниже среднего класса и так далее об этом же никто не говорит понимаете то есть у нас вот такие вот планы и вот эти вот говорящие головы которые пропагандируют за Демпартию вот они нас пытаются возбудить в том что нам будет хорошо добрый день вы в эфире добрый день знаете самое интересное это реакция зрителей и слушателей вот когда сегодня утром я смотрел факт там они показывают как реагирует каждая группа населения на то что было сказано так вот если отбросить демократов и республиканцев оставить эту треть как бы неопределившихся оценка была везде то есть стройка то есть люди ни во что такое вот эти вот люди 30 процентов голосующих когда они ни во что такое что демократы предлагают и верят судя по всему ну я вам скажу нужно быть полнейшим простите меня дебилом чтобы верить в то что говорят демократы по одной простой причине не потому что они демократы вот это то что я мне очень важно чтобы вы наши слушатели дорогие понимали дело не потому что это демократы а дело в том что то что они предлагают оно абсолютно необъяснимо ни с какой точки зрения да оно популистское оно вроде бы должно возбудить всех но нормальный человек сидя дома он понимает что это просто нереально поэтому зачем же возбуждаться для того чтобы потом опять же чувствовать себя обманутым вот почему они не верят так что вы абсолютно правы спасибо большое вот поэтому знаете люди то есть демократы если они рассчитывают на абсолютно кстати сегодня не буду скрывать ехал вот по дороге на работу как всегда слушал Раша Лэмбо своего любимого но я его слушаю не то есть я его слушаю даже не так как аналитика у него есть потрясающие как это сказать привычка что ли нас возвращать в недалекое прошлое где он показывает мы уже это все проходили и люди которые считают что вот то что сегодня предлагают демократы оно может сработать для них вот эти вот возврат в прошлое просто как холодный душ вот почему я обожаю Раша Лэмбо вот он сегодня отдал интересный такой экскурс в прошлое совсем недалекое в 2009 году когда Обама запросил в Конгрессе 850 миллиардов долларов на то чтобы как-то ну восстановить немножко ситуацию в стране после того что в восьмом году наступила рецессия и все как бы рухнуло и банки рухнули и моргиджи рухнули и так далее у людей рухнули все их пенсионные планы ну в общем короче рухнуло все те которые были здесь в восьмом году это все прекрасно помните так вот в девятом году Обама попросил у Конгресса 850 миллиардов на как говорится помощь стране и одним из вариантов помощи он предложил оплату квартиросъемщикам за там 2-3 месяца в зависимости от того где какая квартплата и какое положение финансовое у людей но для этого люди должны были прийти в свой муниципалитет то есть либо велич холл либо сити холл в зависимости от того они живут в городах или в пригородах и заполнить в живую очередь заполнить форму на получение помощи ну угадайте с одного раза кто ринулся вот в эти вот гору правы горсоветы и муниципалитеты конечно же люди которым больше нечего делать которые не работают у них времени полно и вот они просто заполонили эти все муниципалитеты но как все хорошее денег сразу на всех не хватило вы же понимаете и люди заполнив уже аппликейшн должны были стоять в очереди ждать когда а вдруг все-таки еще добавят денег еще выдадут денег и вот они это получат так вот был вот в то время когда люди стояли в очереди один из корреспондентов факс ньюз пошел делать репортаж о этих людях и о том что они там ожидают и чего они хотят и вот он спрашивает у одной женщины скажите а вот вы что вы здесь делаете она говорит жду а чего вы ждете денег денег а от кого вы ждете денег она говорит от обамы а как вы думаете а где обама возьмет эти деньги она говорит как ну я больше чем уверена что у него есть загажник из которого он эти деньги может достать этот репортер говорит скажите а вы уверены в том что обама берет деньги из своего собственного загажника или может быть он его берет эти деньги из государственной казны от налогоплательщиков она говорит а меня не интересует откуда эти деньги выходят он пообещал вот я стою и жду эти деньги то есть вот за это я обожаю Раша Лэмбо за то что для наших тех которые считают что вот сейчас вам или вам или им пообещают демократы все бесплатно и это будет выходить как говорится непонятно из воздуха будет высасываться вот именно поэтому я обожаю Раша Лэмбо вернитесь в прошлое вы уже через это проходили вы уже знаете и что такое Обамафон и что такое вот эти вот дотации из казны так называемой Обама откуда они взяли эти деньги и кто этими деньгами должен было распоряжаться и так далее понимаете вот о чем идет разговор и я так понимаю своими скудными мозгами что демократы рассчитывают на очень короткую память людей потребителей которые считают что им все должны и им все обязаны и вообще что деньги действительно в Америке растут на деревьях и как они поступают в казну в принципе как сказала эта женщина ее это не очень волнует как эти деньги вернее откуда он берет эти деньги и как они туда поступают понимаете поэтому такая ситуация вот с бесплатным сыром в мышеловке мы же знаем уже мы уже это проходили и тем не менее вот стоят 10 человек на сцене и с абсолютно серьезными лицами пытаются друг перед другом убедить нас в том что мы еще буквально ну вот надо дождаться до 20 года и для нас для всех наступит ну по крайней мере если не коммунизм то социализм при котором мы все будем жить счастливо и гордо и с достоинством и так далее и вот это то что меня даже вы знаете оно меня не пугает оно меня удивляет меня удивляет то что люди продолжают в это верить и существуют люди которые продолжают верить в то что Трамп расист что он же ненавистник что он гомофоб что он в общем все вот эти вот наклейки которые ярлыки которые на него вешают вот меня удивляет что люди не отдают себе отчет я понимаю что можно быть доверчивыми я это понимаю но знаете как обмани меня один раз ты негодяй обмани меня два раза я дура и вот это я никогда этому не перестану удивляться но тем не менее это происходит и люди кричат уря-уря когда они слышат как Бейта Арорг кричит что абсолютно спокойно можно как минимум двухгодичное обучение в колледже можно оплачивать то есть может быть оплачено за счет государства а потом что с этим делать непонятно то есть потом все равно с двухгодичным образованием тебя ты в принципе никому не нужен то есть тебе нужно либо потом идти следующие два года получать общие четырехгодичное образование либо тебе нужно идти после этого еще и получать мастерс образование так называемое магистратуру либо тебе нужно со своим двухгодичным образованием идти и ну я не знаю что копать канавы потому что но это двухгодичное образование сегодня вообще в принципе никому ничего не дает поэтому то есть я считаю что намного лучший вариант пойти получить специальность в виде сантехника в виде плотника в виде автомеханика и действительно зарабатывать себе на жизнь чем идти получать двухгодичное образование а потом лишь идти и учиться в школе механиков ну вот но тем не менее бейтовый рорк считает вот так хотя являясь зятем миллиардера наверное ему намного легче об этом говорить итак дорогие друзья наше время подошло к концу сейчас мы уходим на station найди и рекламную паузу потом будет программа Алексея Орлова моя велика ну и после этого народная трибуна придет к нам в эфир всем пожалуйста оставайтесь с нами и до скорого свидания до скорого